Ну а весну многие любят больше хотя бы за то, что спортом можно заниматься и в помещении, и на улице. Насколько вы были в Гире сегодня? Есть ли им альтернатива? И кому они показаны или противопоказаны, после вести узнаем. Субтитры делал DimaTorzok Мамы и папы на видео улыбаются и грустят, увидев на экране себя, как в молодости. Молодильный фильтр действует, словно какое-то сказочное зелье. За секунду разглаживая морщины, надувая впавшие щеки и поднимая опущенные веки. Трогательное видео сопровождается грустной музыкой. И миллионы пользователей интернета не сдержались, не просто рыдают. Но поднять настроение можно в два счета, отлипнув от смартфона и взявшись, например, за гири. Во времена Советского Союза они были неотъемлемым атрибутом спартакиата и сдачи норм ГТО, активно использовались в подготовке военнослужащих. Сегодня гири потесили тренажеры, но заменить их полностью не смогли. В чем уникальность снаряда и какую пользу он может принести, выяснял Сергей Егоров. Занятие весовыми гирями поддерживает мышечную силу. Вот я сейчас покажу три классических упражнения занятия весовыми гирями. В советское время умение поднять пудовую гирю над головой – норма для здорового мужчины. Но продемонстрировать стройку классических движений, таких как рывок, толчок и жим, казалось, мог любой физкультурник. В целом, этих упражнений считалось достаточно для поддержания хорошей физической формы. Хотя на самом деле возможности для укрепления здоровья, который таит в себе этот простой на вид снаряд, намного шире. Взять, к примеру, силовое жонглирование. Специфическая форма гири, напоминающая пушечное ядро с ручкой, позволяет выполнять элементы, которые невозможно повторить со штангой или гантелями. Эффектным является бросок через плечо, потому что здесь мы не видим гирю и ловим мы ее, в принципе, на интуиции. Выглядит он вот так. В основе силового жонглирования лежат различные виды махов, требующие не столько силы, сколько скоординированной работы мышц. Подобные движения развивают скорость реакции, ловкость, двигательную интуицию. Несмотря на серьезный расход энергии, основная нагрузка ложится не на крупные мышечные группы, а на относительно небольшие мышцы-стабилизаторы, отвечающие за баланс. Жонглирование гирями – это то направление, которое позволяет держать себя в хорошей форме, при этом не наращивая мышечную массу. То есть у меня процентов 80 спортсменов, они худенькие, стройненькие. Конечно, осваивать сложные перебросы гири лучше под руководством тренера. Тем, кто занимается в домашних условиях, придется дать предпочтение подготовительным упражнениям, которые будут полезны не только спортсменам. Есть такое упражнение «Маятник», которое поможет проработать мыши спины, имея дома хотя бы одну гирю. Очень поможет тем, у кого сидячая работа. То есть гиря здесь является противовесом. Делаем спинку прямой, немножко наклон вперед, немножко прогибаем коленочки, и пошел такой своеобразный маятник. Три-четыре подхода – это упражнение с напряженной поясницей, и спина у вас будет здоровая. К слову, гирю одного и того же веса можно использовать для достижения самых разных целей, будь то улучшение координации, увеличение силы мышц или похудение. Если наша задача – набрать мышечную массу, мы делаем изолированные упражнения, допустим, на проработку плеч. Это делается просто строгий жим. Если наша задача – сделать жиросжигающую тренировку, соответственно, она должна проходить больше по времени. Да, соответственно, здесь мы можем делать довольно-таки амплитудные упражнения. Соответственно, перехватывать, можем перехватывать гирю и в другую руку. И стараться задействовать как можно больше мышц. У подобных амплитудных движений, помимо жиросжигающего эффекта, есть и другой неоспоримый плюс. Такие упражнения многосуставные, с большой амплитудой. Это очень полезно для диабета второго типа. Буквально 10 минут в день, утром и вечером, позволяет человеку снизить уровень сахара в крови. С этой точки зрения, одним из лучших упражнений являются так называемые русские махи. Это одно из для менее травмоопасных движений из гирей. Упражнение представляет собой вымахивание гири двумя руками за счет небольшого приседания и толчка тазом. Это упражнение настолько вызывает улучшение силовой выносливости и вообще выносливости, что те люди, которые ненавидели бег, как позанимаются месяц, два, три, начинают бегать с удовольствием. По затратам калорий всего 10 минут подобной работы, сравнимой с 30 минутами на беговой дорожке. Вот когда вы интенсивно быстро идете, допустим, это же расход энергии, расход, там всего лишь на 2 сантиметра у вас центр тяжести колеблется. То есть вы фактически полезную нагрузку осуществляете подъем веса тела плюс-минус 2 сантиметра. Вот гиря, она позволяет вес перемещать на очень большое расстояние, то есть метр и более. Поэтому и энергии тратится очень много. Конечно, расход калорий напрямую зависит и от веса снаряда. Для первого знакомства с гирями лучше использовать минимальное отягощение. В идеале взять вес, который вы можете поднять над головой около 30 раз. Это позволит избежать травм и нарушения техники. Я, как и любая девушка, боялась перекачаться, поэтому я купила гирю самую маленькую. Такую только нашла. Своё знакомство с гирями Тамара начинала с классических упражнений. Через некоторое время снаряд весом пару килограммов стал казаться слишком лёгким, и девушке пришлось проявить изобретательность, чтобы усложнить тренировку. Я удивляюсь, сколько разных упражнений можно придумать с гирей. Сейчас при подъеме из положения лёжа работает каждая мышца. Через год занятий Тамара могла чередовать упражнения на силу, выносливость и баланс, практически не выпуская гири из рук. Постоянное перемещение крови от одной работающей мышцы к другой, которая происходит во время таких тренировок, способно здорово укрепить сердечно-сосудистую систему. За два года домашних тренировок с гирей моё тело приобрело подтянутость, мои мышцы стали рельефнее. Если раньше я страдала метеозависимостью, то сейчас моё давление выровнялось. Немаловажным плюсом для любителей домашних тренировок часто становится и размер снаряда. Ведь даже относительно увесистая гиря занимает площадь, едва сравнимую с небольшим блюдцем. Перейдём к космическим.